Благое намерение убрать несанкционированную свалку обернулось нарушением федерального закона. Во время работы около деревни Шутовщина в Кирово-Чепецком районе был снят плодородный слой почвы. И это не единственное нарушение. Кто виноват, выясняла Милана Поварницына. В Россельхознадзор поступили сведения о том, что в Кирово-Чепецком районе начали разрабатывать карьер глубиной около двух метров и добывать песок. Все бы ничего, но эта земля находится в федеральной собственности и предназначена только для сельскохозяйственного использования. То есть не согласовав свои действия с собственником земельного участка, то есть с Росимуществом, не имея разрешительных документов, не имея лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых, не имея рабочего проекта рекультивации земель, то есть заехали на земельный участок и начали произвести какие-то работы, связанные со скрытием верхнего плодородного слоя почвы. Россельхознадзор – это орган, который отвечает за профилактику и выявление нарушений. Но стопроцентный контроль за территорией невозможен. Поэтому такие случаи не редкость. Но истинные причины происходящего лежат гораздо глубже. Уже около десяти лет на этом кусочке земли находилась несанкционированная свалка, которой, кстати, тоже не должно быть на земле, предназначенной для сельскохозяйственных работ. Мы составляли протоколы на нарушителей, кого прихватывали на месте преступления, так скажем. Но за всеми не уследить. Поэтому горы росли и росли. И вот Чашников вышел с предложением, что я могу убрать саму свалку. Мы убрали отсюда металлолом. Убрали металлолом, когда мы там навалены. Убрали пластик отсюда своими усилиями. А вот все эти отходы лесопиления мы завалили, как бы, ну, заровняли все это. Я вложил свои усилия, в том числе и денежные, чтобы здесь привезти рекультивацию свалки. Взамен я взял, как бы, ну, какое-то отношение здесь земли, которая осталась, как бы, ну, лишняя земля. Мы ее забрали на свои нужды, ну, грубо говоря, грунт, который вывезли там на свою территорию и все. Андрей Чашников не знал, что эту землю, которая находится в федеральной собственности, нельзя вывозить. Что запрещено проводить подобные работы. Нельзя и ликвидировать свалку, просто зарывая мусор, потому что он не утилизируется. В данном-то случае вина-то предъявляется какая в том, что вы провели, значит, незаконное снятие и перемещение плодородного слоя. Я не думал, что здесь какие-то будут проблемы. Я наоборот думал, что это будет мне какой-то зачет для деревни, понимаете. А тут начинается такое, как бы, напрягало в нашу сторону. Зачем нам бы это надо было, вкладывать деньги сюда, если бы мы знали, что здесь такая бы вот кухня, правильно? Интересно то, что на работы было дано разрешение администрации сельского поселения. Аренда техники, договор о сотрудничестве с администрацией, квитанции оплаты за технику – все это имеется. Явно границы ни где здесь на местности не установлены, где федеральная земля, где муниципальная. Здесь угол леса, тут сам вот примыкает. Если честно, я не знал сам, что это именно этот угол федеральной земли. Не зря говорят, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Андрей Чашников уверен, если бы им с самого начала сказали, как надо делать, они бы такой ошибки не совершили. Всего бы этого не произошло, если бы люди просто опирались на закон. Здесь можно было пойти двумя путями – либо перевести земли сельхозназначения в другую категорию, то есть земель специального пользования, либо вывести весь мусор на полигон бытовых отходов. Точка в этом деле не поставлена. Работники отдела земельного надзора оперативно выехали на место для расследования. Взяли две пробы на гумус. Он является основным показателем плодородия почвы. Пробы будут направлены в Нижегородский референтный центр для исследования. Решение о привлечении к административной ответственности еще не вынесено. Но каждый, кто начинает земельные работы, должен задуматься о возможных последствиях. Милана Поварница, Надин Иструшков, Вести, Кировская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова